Делаем подные стежки. Понимаем, что у нас машинка делает огромные пропуски. Видите зигзаг? Такой шов на трикотаже, на бифлексе, нужно делать либо специальным трикотажным швом, потому что будет тянуться, либо мелким-мелким настроенным зигзагом. Начинаем шить пропуски, подкладываем туалетную бумагу, бежим в туалет, находим туалетную бумагу. Продолжаем шить по туалетной бумаге, и идет все замечательно. Это наш образец. Сейчас таким же образом будем прошивать основные части. Итак, давайте посмотрим, наша вытачка. Так, сейчас отбираем. Подкладываем. Лифчик. Вытачка. Прошиваем. Зигзаг. Закрепка обязательно. И пошли шить дальше. Привязательно закрепка, и уходим. Значит, здесь выглядит это вот так, Анечка, показывай. С этой стороны это выглядит вот так. Как убрать после этого нашу бумажечку? Ну, вы понимаете, как это сделать. Это просто вот так вот ее удалить и терпеливо-терпеливо потом вытащить вот то, что здесь следы, вот эти следы, которые от нее остались, и удалить потом нить-наметки. Сейчас я еще один шовчик вам покажу, как это сделать на трусиках, допустим. И я думаю, что вам будет понятно. Значит, мы сшиваем все, что у нас сметано. Например, вот этот боковой шов, пожалуйста. Лавочка у нас осталась. Давайте с этой стороны сделаем. Так, а бумажка-то еще надо еще налести. Пойдем, найдем сейчас, найдем. Вот так вот будем делать. Подложили. Делаем. Зигзаг. Посмотрите, как она у нас. А сшиваем мы боковой шов зигзагом для чего? Для того, чтобы он не растягивался. Вернее, чтобы имел возможность растянуться, так сказать, этот боковой шов. Но ниточки при этом не лопнули. Да, не лопнули. Потому что если обычной строчкой прошивать растяжимые ткани, то ниточки будут лопаться. Ну, и выглядит на первый раз это все как-то вот так. Ладно, Анечка. Продолжение следует.